мы в эфире добрый день роман уже в эфире до всех приветствую сегодня решили записать небольшой такой подкастик не познавательный не получающая просто вот посмотреть как будет работать такой разговорный формат один человек и один оператор как это будет выглядеть мы пробовали такие вещи получалось 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 тебе многие не любят меня как бы не пятак там золотой не рубль серебряный чтобы нравится многим а я говорю не тульский пряник ну поэтому народ так как бы и голосует за тех кто многие не любят слушай а вот в таком ракурсе если допустим поставить еще одного идущего да я видел стати неплохие такие вот дуэты и и оператор а лучше два оператора но это уже ресурс да это уже ресурс но это смотря для кого главное что их спичрайтеры не подставили и тексту будет обрабатывать который потому что любая как сказать как сказал райкин напомними импровизация это хорошо подготовленная на хорошо подготовленный текст вполне согласен только что готовленное поехали камера бывает тормозить не будем на это отвлекаться любая импровизация это хорошо спланированный сценарий это кстати было фильме проговорено вот красной строкой ssd фильм такой был замечательный фильм я скажу несмотря на то что он там в меру своей кровавости какой-то но она как бы на заднем плане остается смерть советским детям такой был фильм по сценариям там страшных всяких вот историй типа там вот этого гроба на колесиках костыли там с топорами помните я думал вообще даже какую-то рубльку на эту тему сделать на я отдал на аутсоркинг тоже один вид смотрю ребята работают вот питерские освещают такому троги вот там у них интересное направление по моему семёнов фамилия у него без фамилии работаем дистанционно это все не интересно идея и очень хорошая была но мы о чем вообще начали да я уже знаю это вот наркофи с коньяком офиска по поводу кожи воды коньяка но вот здесь у нас обычно кофе это кофе коньяк это коньяк мы как бы вот наблюдали кстати доводилось тебе наблюдать недавний там взлет то интересный был там с анатолием михайловичем леоновым вот антон владимирович актимов выступали сделали интересную передачу роман но я тебе отвечу как на духу понимаешь я уже человек имеющие годы за плечами и возраст и поэтому я ценю свой спокойный сон и ты понял да и зрители на на тоже поняли что я не беспокоя свою психику разными непонятными вещами на них очень много эмоций так я хочу сказать то вот именно об этом хочу такое слово у самого артикуляции повело маленьком сторону дело то ты спросил помнишь про кофе-то и про коньяк или ты уже забыл что-то спросил пять минут назад меня я я забуду к 7 января через прошел 6 вечера ну и давай давай дальше дальше вот я эта передача то есть как бы напомнил сама стены интересно вот это там мне написали мне написали просто я стесняюсь об этом такие страшно такое услышать мне гетрома на этом чем бухают что ли я говорю да ну анатолий михайлович это жесткого анатолий михайлович это вообще авторитет говорил да абсолютно не не подлизывая там при этом ничего абсолютно говорю народном дыхании на ровном глазу как говорится анатолий михайлович он 50 лет у него номенклатурного стажа я столько не живу это что-то дознать этот человек он знает конкретно что и как делает ну а свои там какие темные делишки кто-то проворачивает за его спиной и как его используя при этом и как там пытается там на видео показать как мы у него старательно там его облизываем всего но я считаю что это просто ну некорректно вообще не по-человечески это достаточно достаточно как-то слово даже такое сказать так это присмыкание какое-то что ли ну на уровне такого влебезения такого вот это прямо как бы людей успокаивал как мог говорю но это же нормально все лезть это лезть да потому что учитывая это при всем при том что как бы все эти вещи они были работали именно направлено это нормально как бы что вот эти вещи работы там интервью взял с этим человеком интервью с тем я напомню чуть-чуть вот все мы здесь вот начинали а с чего я начинал например вспомнить примеру да интересно это будет я не знаю я вот например себя ощутил что журналистика это моё на уровне того что я хочу писать не писать 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 я еще не умел читать я уже умел цыганков константин геннадьевич мой очень царствие небесное научил меня читать мне было пять лет было пять с половиной я уже читал читал маукли читал там всякие книжки в школе мне больше всего нравилось читать за рулем ой за рулем за рубежом ничего практически не понимал там всякие антанты всякие империалисты ну было очень интересно вот антонина антонина васильевна пчельникова она меня там пыталась сначала нагрузить букву ремпу то смотрит да я газеты читаю не стала меня особо трогать читайте свои газеты колоти свои понты чем вы дитя не тешилось короче говоря но первые стихи осознанно я считаю осознанные такие получились уже когда в школе я писал там в тетрадь там и вот я наверное хотел чтобы их нашли я оставил их на видном месте и конечно же их нашли читал ром громче всех ромка пескун такой считает и там такой стих был петров орел тупой ему ответ гигани к мне с собой и в результате у петрова стоит большая вот такой был стих такой полу белый интересный до сих пор помню значит что-то в этом есть класс весь такой весь прям вот все то хохотали то что стихи там разные были первые стихи тоже как сейчас помню неплохой кстати за красный флаг был за красный флаг был стих и за 20 миллионов жизней которые своей крови его подняли не дали ему опуститься вот а потом я помню после этого чтения публичного коллективного читала хулиган главный к нам едет хулиган роман пескун если вы если бы маленько другие условия были у романа пескуна он бы мог стать митхуном чакроборки возможно если бы тоже так же как митхун родился в индии там и в нормальной семье такой ну в нормальной имею ввиду с возможностью с возможностью отдать ребенка куда-то но я опять отвлекаясь ко мне подходит после этого димка угликов на раздевалке а ты тоже стихи пишешь так серьезно в таком костюмчике в светлом так еще так я говорю ну да пишу как бы я тоже почти хочешь я тебя прочитаю что-то мне прочитал такое такое шаблонное такое что-то интересное такое ну шаблон по шаблончику что-то сделано короче говоря первое уже такое стихотворение я уже так его запели это была сразу песня его запели 18 18 лет 18 лет я о еврейская автономная область колхоз мы туда ездили знакомиться с местной ботаникой село доброе ну понятно да там очень хорошо там все готовили картофель собирали травы изучали прямо замечательно все это было и хочется рассказывать как будто все это вижу вот перед собой такое вот состояние интересное там любовь там несчастная или счастливая не знаю я считаю что любая любовь это счастье счастье от бога несчастливая там несчастная то все глупости которые придумывают вот этот мозг человека который болтается по ерунду не слышит не слышит самое главное души это у меня понесло да останови меня надо как-то договориться там и буду или ушами хлопать или головой мотать ну да 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 я маленько договорил уже ладно раз уже понесло чуть сколько на времени мы пишем 837 давай давай про качество постик еще подойдем про качество советского образования ты же начал про этот образование 18 лет вот реально влюбился и написал песню эту песню запели все нас было две гитары гитаре там ну это была моя коронка я любил куда потом мне даже просили исполнять или можно это тоже будем 5 слова как бы не то что там можно эту песню буду петь то что мы какой нафиг авторское право хочешь пой слова мне давай слова типа чтобы написал лучше это самое крутое было когда своей рукой пишет роман вот с этим я столкнулся до вопрос такой ну все значит следующий должен быть сюда дополнение эту песню исполнению все ты за ней очень много говоришь ну да да песню конечно было были плохо но инструмента здесь нет я бы конечно спел но мы же не студийки говорим дело в том что не отмазывай какой-то на какое-то длительное время я значит я вошел вот вообще как бы в этот мир весь вот достаточно рано в 20 лет я уже там имел много публикаций публиковал значит вот не помню было амурский лиман или ленинское знамя там уже было помню что мне два стихотворения прямо так прям нанес такое мне оскорбление был у нас там такой товарищ главный редактор толкачев вот имеющий хобби своим лапухом в кабаке там он подрабатывал гитарка там у него неплохая стояла он не испортил стихии больше с этой газеты я не имел вообще ничего общего но более 30 публикаций было в нашей желтой хорошей газете дайджестной мбс там более 30 публикаций было там такой руководитель замечательный кухтина педагог литературу да антонин алексеевна конечно замечательный человек что такое что такое слово окреста я спрашиваю много было интересных с ней разговоров да я бы отдельно прям поговорил о движении клуб поэтов это же было прям вообще можно сказать из-под носа утащили тему а с другой стороны да если разобраться то получается мы молодежь вдохновили до то время для нас они были старперы мы вдохновили вот на такое создание теперь как бы они даже зарегистрировались клуб поэтом клуб поэтом так и назвались понимаете это как вот тоже что-то напоминает мне этот конкурс бардовской песни до который прошел о котором по которому я прошелся прям нормально а те в тяжелые башмаки тогда в сквере помнишь писали да мне не понравилось я был чуть помоложе ром я бы это самое как бы ну кто-нибудь пришел бы с фингала может быть бардовской песни просто и не пахло вот в чем все да да я бы хотел услышать пускай это будет так даже звучать там пускай это лыжи у печки стоят как как там господи лыжи у печки стоят гаснет закат над горой месяц кончается март скоро нам ехать домой да ну такое что то вот это не тленки или там мы это дело сразу увидали как роты две поднялись из земли и рукава по локоть закатали и к нам с виталием палычем пошли но тоже до этого война вот это все наше движение роман а вот о войне вот о нашем человеке таком хорошем которым ты только что говорил который который заслуживает мундира так сказать да как в любой части там езжи всякие тос тоскуны там всякие которые тащат счастья и мучу ему командовать надо чтобы оборона была а вот что там по части твоего творчества который ты до этого говорил и пнтв до 1 николаевского телевидения вот это вот анонс прошел и что-то как-то я жду жду хочу увидеть увидеть и так это и умерла в зародыши получается или он еще это еще грудь грудь матери сосет проект этот очень тоже так вот периодически я прямо даже лежит как будто бы я что-то читаю бумаги никаких ручек был как раз проговорили мы проговорили буквально вот недавно там дать там чутка там рассказала себе там хотя бы не просил мы пробуем формат щупаем его вот такого монострима я вот рассказал да вот то что клуб поэта все вот эти вещи это же было именно то что уж это были шаги к журналистике на какое-то время я помню сначала плотно очень занимался компания все потом что-то подзабросил и потом в это все вернулся а еще забыл сказать 20 лет я закидал письмами союз писателей но в союз писателей меня не взяли сказали ты не тот писатель они боятся конкурентов они думают что маяковский придет с с его другом калашниковым я даже одно из писем сохранилась я потом как-нибудь покажу его очень меня антонина алексеевна кухтина просил эти письма ей показывать что они там тебе пишут что они там тебе пишут но у нас не были жаркие конечно поэтические споры вот и клубе поэта в том числе короче говоря вот про телевидение то это все же не тянется это же не просто так в дальнейшем дальнейшем когда вот я опять вернулся начал опять я не я лет десять вообще ничего не писал потому что я до тридцати лет практически написал все о чем я хотел сказать даже 30 до 25 практически все 30 лет я практически закончил в стол уже свою назвал его роман вообще-то но у меня есть друг вячеслав тавушканов он сейчас я живет вот он назвал ее поэма вот так же как у гоголя да у гоголя господи забыл как называется то самое главное это его повесть мертвые души мнения мертвые души это же мертвые души да он назвал поэмой вот в чем здесь тоже но он про себя писал да я автор как хочу так и называют где-то поэма но я как бы нам оставил ее в названии все-таки поиск она повествует потому что в школе учили повествует короче говоря получилось ситуация такая сложилась на 2017 год что в 2017 году я запустил канал свой запустил и он сразу прямо сразу прям пошел потому что было с чем идти пошло 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 там пошло на экозащите на фоне там потом еще там разные вещи интересные и потом я бы как бы понял что эта вещь такая вещь она должна работать как то вот не так как она работает как-то как сказать так хаотично все движение у нас же люди у нас все должно быть стабильно нормально роман я так понял что сущные 2000 Тысячные годы ознаменовались тем, что у нас перестало работать Николаевское телевидение, то, которое было в том формате. Я скажу, как оно происходило, как оно работало, кто знает. Писалось на кассету видео. То есть, оно не было в прямом телевидении. Это был, собственно, кассетный блог, по сути, если сказать. Смотрите, я вот это хочу объяснить. Это писалось на кассету, монтажировалось каким-то образом. Ну, делалось, смотрел, тогда была программа очень модная, Пинакл. Сейчас в Вегасе все обычно зависают. Хотя Пинакл сейчас тоже продвинутые версии есть. Оно, короче говоря, версталось. Потом опять заливалось на кассету. Приходилось, ну, грубо говоря, может там компакты потом появились, не знаю. Приходилось на видеостудию эта кассета ногами. Вот так. Вставлялось и занимало чью-то чистоту вещалось. Вот так это было. Не знаю, насколько это было там законно, незаконно на чистоту эту влезть и прочее. Но я, насколько я знаю, что арендовать частоты достаточно дорого. Прямо вообще дорого. А телевидение, оно же ничего не получало. Это же, оно, по сути, не рентабельное предприятие. Хотя там за счет реклам, там, не знаю, что-то было, наверное. Не, ну как ты говоришь, ельциноиды. Это же ельциноиды использовали. Ты помнишь, вот его выборы, там, предпоследние, сколько он завалил бумагой, там, чернухи, компромухи, там, на советскую власть. Прямо я смотрел, и прям сам в ужасе был. Прямо потоп информации. Что-то было, да-да-да. Тогда это все финансировалось им, жена, они же были, стали, боевики нам показывали. Да-да-да-да-да. Вот такие же боевики мы смотрели в клубе Горького за денежку. Сейчас этот человек у нас, я его уважаю, потому что он скромный миллионер. Вот там, он тоже там с Зевсами там всякими, там, дружит. Да-да. Вот. Так, вопрос, да, остался. Таким образом, вот это все шло, 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 шло. Поднималось, поднималось, тут закрывалось что-то, тут открывалось. И вот в семнадцатом году я примерно понял, что нам необходимо здесь, чтобы было такое информационное единое поле. У нас получается, как вот, есть поле, да, и каждый пытается им завладеть. Стать, чтобы стать частью этого поля, нет, есть, мы хотим быть здесь. Вот, я все, телемагнат, я вот здесь все. Ну, чтобы стать телемагнатом, тебе надо минимум закупить сначала две камеры, вот, пульт для сведения, нормального звуковика, нормального оператора, вот, обработчика, нормально. Это все отдельные кадры, арт-директора и еще. Это очень, это, на самом деле, это прямо такой-такой головняк. Мы, на самом деле, я в докладе делал, мы обсчитывали часть бюджетно. Бюджетная часть просто вот на коленке, да, вывели, потом подсчитали более приближенно. На коленке лям-200 было на 2021 год, когда вот я нашему первому председателю, ХКО КПРФ, это озвучил. Сказали, все, найдем деньги, все прошло, выборка прошла, все, ничего нету, ничего нету. Вот что такие деньги? Какие деньги лям-200? Иметь реально работающее, по сути, телевидение. Не просто блог, можно же стримить, можно в таких вещах делать, звать, в общем-то, и не надо никуда идти, в какую-то лесть там против антигосударственности, прочее. Короче, получилось следующее. Получилось то, что проект телевидения, он работался, 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 и в конечном итоге он стал нечто большее. Это нечто большее, чем кассетный блог, нечто большее, чем просто какой-то блог. Это стало мировосприятием, скажем так. И когда это мировосприятие станет доступным еще хотя бы десятку человек, тогда вот именно оно и можно будет сказать, что это полноценно, именно телевидение, то есть показ на расстоянии, понимаете, да? И то, что помогает нам всем здесь сплотиться, не поругаться как-то там, друг друга там какими-то словами поназывать, а именно сплотиться. То есть мы позвали и здесь поговорили, к примеру, да, за круглым столом, мы все это транслировали, без всяких вырезок. Роман, ну вот, например, например, ты говоришь, да, сплотиться, например, передача животных, вот я бы посмотрел. Вот мне нравятся вот грызуны, я вот иду по нашу, я называю это вьетнамские дома, потому что они построены для вьетнамцев. Вот, иду, иду, и там слышу, как прям шур-шур-шур, вот, и такой фонариком посветило, там столько, короче, животных, прям. Они кушают с помойки, но я про грызунов говорю, они как грызуны, да такие, смотри, такие прям, вот, прям, вот, действительно хорошие экземпляры на севере растут. Вот, про собачек, про кошечек любимых моих поговорю бы, допустим, политические какие-то новости, новости там, не знаю, там, по медицине передача жест. Вот, как ты видишь телевидение, сколько оно должно делиться, то есть, людям же должно быть интересно по блокам, примерно. Есть, есть несколько разработок, они все упираются, да, в основном финансы, ну, финансы, да, сказать. Но финансов здесь мало. Если, допустим, отдать человеку, который не понимает, отдать ему, допустим, 10 лямов, он с 10 миллионами ничего не сделает. Просто, ну, закупит. Самое главное, даже ты закупил все это дело, все установил, все у тебя прям замечательно волшебно, все и помещение есть, и все оборудовано, как положено. Штат, ты где возьмешь здесь? Тех людей. Поэтому это нужно, чтобы было понимание вот именно такого уровня, о котором я говорю. В данный момент с телевидением, что происходит. Блондинки, там блондинки сейчас рулят. В 2017 год был такой пробный блог запущен, он прошел в своем формате. Потом, значит, пробовали делать ТВ, тоже в формате такой мультяшном, помнишь, может быть, я сделал, 3 месяца делал лично, занимался с электронным диктором. Вот, делал... Превосходно, мне понравилось. Я в него, если бы ты не сказал мне, что это бот, я уже почти это, как мужчина, среагировал. В 3 месяца я это вел, каждую неделю выпускал. Получается, всего сколько? 3 недели. 12 выпусков всего прошло, да? Мы-то маленько по выпускам, там чуть-чуть, по-моему, поджали где-то. Получилось там что-то около 15 у нас. Около 17 выпуска, да, семерочка. Дело не в том, просто это утомило очень сильно. И вот таких направлений у нас, значит, вот 3 разных формата было перепробовано. Такой вот моноформат был тоже там, вот, но не совсем. Сейчас мы несколько уже делаем живую картинку, более-менее. То есть, вот мы добавляем голос, да, еще вот из-за камера. За камером, то есть. То есть, и сейчас это еще обрело такое целостность, да, при возможности, ну, кто физику знает, тот может, тот физику с математикой, тот поймет, что с такой возможностью целостность приобрело, да, с возможностью дифференциации. То есть, оно везде, то есть, голограмма такая. Оно здесь, 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 и оно целостное. И в данное время несколько направлений, в том числе, вот ты про это спрашивал, который вот Николай СТВ и НТВ. Ну, как бы, да, я хочу разные передачи с нами, понимаешь? Я вот культуру хочу посмотреть. Это одно из направлений, которые выдано на аутсортинг, в общем-то, причем добро. Роман, ну вот, пожалуйста, я вот, допустим, живу сейчас далеко, почти в деревне, да, вот, там, в землянке, там, ну, принципиально единственное, что генератор зажигаю, так вот, люблю я природу нашу, там, там и сбруя не ржавеет у меня, там, в огороде, это самое. Я бы, вот, хотел бы в РДК сходить на выступления наших замечательных золотой, золотой пенсионной нашей группы, но я не могу, а я раз и посмотрел его по телевидению, мне легче стало. Вот, типа, такие вещи там. Согласен, а во всем этом мы даже более, более, тут можно, тут такой, как говорится, клавиш. Редская тема, а у ищу таланты, пусть дети поют, елки-палки. Что вы говорите, это же, это просто способ, вообще способ, вот, такого знания, то есть, ну, что мы все видим каждого, это же круто. Так каждый возьмет кусочек, извини, перебивая, каждый возьмет кусочек из этих выпусков и оставит для себя, вырастет человек, вот, смотри, ты когда-то пел. Я говорю еще раз, современная беда, что каждый хочет стать всем, а от этого не получится, никак не получится. Каждый говорит, я такой, все, я забираю все это пространство себе, да не получится. И эти потуги будут просто смешны, я говорю, именно поэтому я не сопротивлялся никаким образом, что несколько направлений мы просто отдали на аутсортинг. Просто, пожалуйста, занимайтесь, все, вот оно. Ну, целостность этого не нарушается. Здесь работает молодежь, они советуются, они пишут, допустим, я от многих вещей дергиваю, потому что, ну, куда-то тянет их на какие-то там подвиги, там, я не знаю, подвалы, там, какие-то дома подкапывают, там, на вышки лазят. Это на самом деле, ну, это не есть хорошо, хотя, ну, как бы, да. Это в отдельных программах. Это в отдельных программах, оно подчеркивает, конечно, нашу здесь самобытность такую, да. Ну, я и сказал бы, ребят, ну, если такие вещи делать, это нужно как-то несколько иначе, все, там, формулировать страховку, там, клуб скалолазов, прочее, прочее. Это очень хорошая вещь, серьезная. Много-много направлений, и они все, как бы, они описаны, опять же, эти направления, они описаны в программе «Вектор целей Николайской отделения КПРФ». Опять же, говорю, да, ну, я все-таки здесь, КПРФ, я еще раз это на этом подчеркиваю. Все это есть, это, то есть, бери проект и работай, и каждый проект описывает, и проект описывает несколько направлений. Одним из направлений является именно вот это телевидение. Телевидение... Одним из направлений, ты говоришь... Одним из направлений является именно телевидение, как таковое, да. Но в данный момент, таки, телевидение, это всего лишь блок и притязание кого-то отдельного, да, на всего телевидения. Ну, как-то вот это, я еще раз говорю, тема достаточно, достаточно прямо, она вот на кончиках пальцев. Горячая. Да, она горячая. Ее делаю, и вот, пожалуйста, вот, мы отдали, делайте это, да, вот, сделали, но не получилось у вас там интервью сделать нормальное с главой района, ладно, бог с ним, но пробуйте, главное, пробуйте. Кто не ошибается, я вот сейчас только говорил, да, можно сказать, там, минут 15 назад, сколько там сейчас времени? 26. В итоге, в итоге эти персоны не могут ни поджечь, ни обжечь, да? Да, ну, как бы, получается просто, сама идея просто куда-то втаптывается. Но, с другой стороны, если это же, это же всего лишь одно направление, ну, не получилось, давайте по-другому. Потом, опять же, набор новостей, да, ну, скучно, но это, опять же, всего лишь одно из направлений, ты сможешь реализовать. Просто набор новостей делать каждую неделю, об этом известно кому? Мне об этом известно очень хорошо, очень хорошо известно, что такое, я просто вымытался, я говорю. Потому что живешь этими новостями, этой подачей, вот, так подавать просто вот сухо, вот так, ну, даже вот это делать каждую неделю. А кто мешает? С дальнейшей. Да никто, собственно, не мешает. Ну, как, у каждой проблемы, имей фамилию, как никто, ты не скрывай, не скрывай. У каждой проблемы есть фамилия, есть желудок, есть легкие, то есть тело человеческое необходимо каким-то образом питать. То есть нужна какая-то материальная база, чтобы были там продукты, там жилье, тепло, там вода, да, одежда. Дом в Анапе. Да, ну, дом в Анапе, это очень хорошо. Я очень рад за наших земляков. Как там его, не помнишь это? А, этот, Андрюха, да? Авель, Авель Чулянский. Здорово. Как там у вас, прощаю тебе твои там высказывания все. Ну да, учитывая беспилотники там, конечно, можно все простить. Стоп.